Я София Баеш и это 365.Инфо. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях известный бизнесмен, чья фамилия вошла в ТОП-50 в ФОРБС – Арманжан Байтасов. Здравствуйте, Арманжан! Добрый день, София! Арманжан, как вы отнеслись к резонансу в социальных сетях на опубликованные вами фото с Владимиром Соловьевым? Негативная реакция была связана с политическими моментами типа пропаганды и тому подобное? Вы знаете, я... Нет, я, конечно, человек подготовленный, я знал, куда я иду и понимал, что есть определенный негатив в связи с приездом Соловьева в Казахстан. Конечно, я это все понимал. Но я не знал, что моя частная жизнь или там то, куда я хожу и там, где бываю, имеет такое большое значение. Я, честно говоря, был сильно удивлен таким большим вниманием к своей скромной персоне. Вот. Вот это было первое ощущение. И потом мне уже друзья сказали, Арманжан, надо быть внимательнее. Ты уже не просто там, я не знаю, там, бизнесмен, не просто там, издатель, а ты уже как общественный деятель. То есть внимательно следи с кем ты, о чем ты говоришь. Поэтому сегодня я буду медленно отвечать на некоторые вопросы, не удивляйтесь. Насчет медленно отвечать на вопросы, гарантирует ли вам это что-либо? И если да, то что? Вы знаете, я понял, что нужно более внимательно следить за тем, что ты говоришь и с кем ты фотографируешься. По поводу все-таки этой фотографии, что конкретно вызвало такой негатив? Вы знаете, негатив вызвало, наверное, в первую очередь то, что Соловьев как телеведущий воспринимается у нас как человек, который является рупором Кремля. И в его программах, не он сам лично, а в его программах высказываются какие-то вещи, которые вызывают негативный резонанс у нас здесь, в Казахстане. Вот по большому счету это связано с русским миром, это связано с тем, с внешней политикой России, которая сейчас проводится. Это связано, конечно же, с очень агрессивной идеологической работой, которую проводит на сегодняшний день Россия. И мы волей-неволей Казахстана оказываемся в поле влияния средств массовой информации России. Кстати, это говорит о тех же проблемах, о которых я говорил еще очень давно, что на сегодняшний день масс-медиа российские имеют большее влияние, чем медиа казахстанские. Это очень плохо. Арманжан, здесь, продолжая вашу мысль, хочу привести цитату, которую вы сказали в одном из интервью, что засилие российских СМИ, мы проигрываем свое информационное пространство. Вы об этом? Я как раз об этом и говорю, то, что мы слишком много смотрим иностранного телевидения. Мы мало смотрим своего, к сожалению. Вы говорите, что это факт про засилие, да? Это факт, который есть, и можно там не соглашаться или что-то еще, но это факт. Ну, мы проигрываем, а что, как думаете, мешает нам в этом плане выигрывать? Ну, здесь много факторов, честно говоря. Это связано и с развитием рынка медийного, да, и с развитием, так скажем, рекламного поля, да, у нас оно достаточно сужено, да, как бы, и связано, конечно же, и со свободой слова. Ну, вот если продолжить, я, честно говоря, хотел бы, Софья, вернуться опять к вопросу Соловьева, да? Соловьева, давай. Потому что, да, конечно, я хотел бы там точки на две расставить, мне кажется, не до конца, да? Вы знаете, я... у меня спрашивают, жалеете вы о том, поставили фотографию или нет? Вы знаете, сейчас я не жалею, потому что для меня это, знаете, тоже как латмусовая бумажка послужила эта фотография для того, чтобы прочувствовать, что же происходит. Потому что, наверное, я не до конца видел, что происходит у нас в обществе, скорее всего. И я увидел, вы знаете, очень много агрессии, что действительно не есть хорошо, и это достаточно опасно. Агрессия о чем? Ну, агрессия, она же разная бывает. Агрессия, допустим, вы знаете, тексты, вот, я помню очень хорошо, когда в 2014 году, 3 года назад, я достаточно публично, открыто, резко выступил против того, чтобы Казахстан вступал в Евразийский экономический союз, я выступал против таможенного союза, говорил, что это очень опасно, и я поразился в тот момент агрессии со стороны, так скажем, сторонников России и вот большого там русского мира. Она была достаточно жесткая, но я понимал, я понимал позицию тех людей и понимал, почему они агрессивны. Они были агрессивны до такой степени, что рекомендовали меня расстрелять, и всех моих друзей расстрелять, да, и всю семью расстрелять, да, потому что я там выступаю против большой вот этой идеи евразийской, вот, это я понимал. А здесь, когда пошло в обратную сторону, да, те же самые тексты тоже нужно расстрелять, и тоже я теперь враг. Это они и те же люди пишут? Это разные люди пишут, но просто текст и агрессия, она очень большая, очень серьезная. Я о чем хочу сказать? О том, что у нас точка разрыва, она очень-очень серьезная, очень большая. У нас люди могут поссориться просто из-за написания слова Алма-Аты или Алма-Ата, и это будет такой скандал в Фейсбуке или где-то, люди могут поссориться. Люди могут поссориться по поводу отношения к событиям на Украине. Люди есть, которые там за то, чтобы Крым наш, там, условно говоря, которые подпали, а есть, которые говорят, что это прямая агрессия со стороны России. И по этому поводу люди могут рассориться, вы даже себе не можете представить как. Вот это меня беспокоит, накал страстей в нашем обществе. Агрессия направлена на личность человека, либо же это агрессия, вызванная проблемой, как вы считаете? Вы знаете, у нас же, если честно, проблема-то у нас не стоит на сегодняшний день. У нас никто землю не отбирает. Слава Богу, у нас нормальная, спокойная ситуация. В стране стабильность. Мы там развиваемся, у нас поступательное движение идет вперед. Более того, тот кризис, который на сегодняшний день присутствует, мы понимаем же, что этот кризис пришел извне. И как раз-таки по той же причине, почему мы там вступили в Евразийский экономический союз, и этот кризис к нам пришел из-за России. Потому что Россия же оказалась под санкциями, не мы оказались под санкциями. То есть этот кризис к нам пришел извне. В целом-то в Казахстане все более-менее спокойно. Никто на нас не нападает, никто у нас ничего не отбирает. Весь разговор идет о языке, допустим, о культуре. Но когда мы говорим о языке, о культуре, разве можно переходить? И о Соловьеве. И о Соловьеве. Что у нас происходит? Почему нельзя опубликовать фотографию Соловьеву? Я удивился, что вызывает такой негатив. Я же говорю, это было связано с тем, что он ведет телевизионную передачу, в которую вступает одиозная личность. Вот и весь разговор. Из-за этого? Из-за того, что он является, по пониманию многих наших соотечественников, является рупором Кремля. И это плохо. И это, по мнению определенной части нашего общества, это очень плохо. В то же время у нас в стране нет ни одного журналиста, которого можно было бы назвать высокопрофессиональным пропагандистом. Вы знаете, я когда говорил о том, что уровень Соловьева, я говорил как раз-таки о силе влияния на широкие слои населения, не только в Казахстане, а за пределами Казахстана. У нас на сегодняшний день таких кадров, к сожалению, нет. Почему, как вы думаете? Ну, опять же, связано с тем, что, конечно же, мы страна гораздо меньше, чем Россия и по населению, и по территории. И мы достаточно неохотно выходим на публику на тех же российских телеканалах. Я, честно говоря, давно не помню, чтобы кто-то из наших серьезных политиков или общественных деятелей выступал на больших российских каналах по проблематике, связанной с Казахстаном, по проблематике, связанной с взаимоотношениями Россия и Казахстаном. Я не припомню, чтобы от нас кто-то выступал. По поводу свободы слова, которую вы упомянули, скажите, пожалуйста, ваше мнение, нужна ли нашему обществу свобода слова? Свобода слова, Софья, нужна всегда. Да, это один из краеугольных камней для поступательного, устойчивого развития общества, устойчивого развития экономики, устойчивого развития вообще страны в целом. Это необходимая вещь. Есть ли она у нас? Есть ли у нас свобода слова? Со мной многие спорят, да, как бы, конечно же, у нас свобода слова есть, в любом случае, потому что по сравнению с тем, что было в Советском Союзе, и сейчас это небо и земля. Я поработал в средствах массовой информации. Не Советский Союз, а с момента возникновения независимых СМИ Казахстана, есть ли у нас на данный момент свобода слова? Я еще. С тех же 90-х годов, когда мы с вами, простите, когда мы начинали, да, на 31-м, когда мы были романтичны, как вы пишете, и идеалисты, и романтики были. С того времени, что сейчас? Как вы ощущаете? Я могу ощущать, мое ощущение, что, конечно же, сейчас вот по общему настроению, что свобода слова стала меньше по сравнению с 91-м, 92-м, 93-м годами, да, как бы, это мое личное ощущение. Но с другой стороны, на сегодняшний день те технологии, которые появились, София, нам они даже и не снились. Сегодня есть Facebook, пожалуйста, это ваша территория, работайте. А на самом деле вы сами превращаетесь в медиа, в масс-медиа. Есть люди, которые там имеют подписчиков миллионов, миллионы человек, причем не только в самом Казахстане. Пожалуйста, границ нет. Вы можете уехать, поменять гражданство, выехать за пределы стороны, тогда вас уже вообще никто не достанет, ничего не будет. Это американская платформа, которая позволяет то, чего не позволяют многие СМИ. Согласны? Я согласен, что это американская платформа. Но это глобализация, американцы же сделали не для себя, не для Америки в Facebook. И Google они сделали не для себя, не для Америки, для всего мира. Все же пользуются. Возможно ли в любом из наших СМИ, назовите, пожалуйста, если это возможно, появление тех же публикаций, которые вызывают большой резонанс на Facebook? Вы знаете, наши СМИ казахстанские, они стали за вот эти годы, которые прошли с 90-х, начало 2000-х и на сегодняшний день, прошли через многие переделы и видели очень многое. Есть внутри, так скажем, флажочки, за которые профессиональные журналисты, работающие в больших медиа, перешагивать не будут. Допустим, мы флажочки, национальный вопрос. Красный флажочек, национальный вопрос. Национальный вопрос, трогать никто не будет, всерьез поднимать не будет. Ни вы в 365 инфо, ни мы на Форбсе, ни в Ротеле, мы не будем поднимать эту проблему. Национальный вопрос, красный флажок, нельзя, табу. Еще какой? Все, что связано с религией. Религия, красный флажок, нельзя. Разжигание. Разжигание, то, что касается, вы знаете, даже не то, что разжигание, и по национальным вопросам не то, что разжигание. Просто даже тему лучше каждый главный редактор, когда будет смотреть и увидеть, что есть, может быть, предположительно что-то появится, то мы там лучше не будем на это смотреть. В каждом из профессиональных медиа на сегодняшний день у каждого главного редактора в голове уже сидит маленький такой цензор, который сидит с молоточком и говорит, нет, друг, давай туда не иди. А сегодня к этому добавятся еще и судебные иски от бизнесменов, от Зинулыка Кимжанова, который выставил там счет на 50 миллионов и еще выставляет. Средства массовой информации. На средства массовой информации. И это тоже есть ограничение свободы. Теперь главный редактор, который сидит, он скажет, да нет, я не буду заниматься экономическими расследованиями. Мы свидетели многих громких судебных исков, да, и по решению суда редакции должны выплачивать действительно миллионные, миллионные иски. Что вы об этом думаете? Это и есть прямое давление на средства массовой информации, прямое ограничение свободы. Теперь, я же говорю, после таких вот исков больших, ни один главный редактор не будет заниматься исследованием. Ему это будет небезопасно. Он будет опираться только на пресс-релизы или там на пресс-конференции, что-то такое общее, да, как бы обтекаемое, и не будет выдавать какой-то серьезный исследовательский материал. Красный флажочек. Да, это теперь еще один красный флажочек у главного редактора. Но что мы получаем взамен? Мы получаем взамен, что наши зрители, наши читатели переходят на другие ресурсы, российские, и их читают с удовольствием. Мы теряем рейтинги, от нас уходит аудитория, потому что мы не даем. Аудитория-то все равно хочет знать. Аудитория все равно хочет читать о наших событиях. Но теперь она будет перетекать. А раз мы не даем людям заказывать, как главные редактора, нашим журналистам, журналисты не получают гонорары, и тогда они переходят в какую-то желтую тему, пишут там, ну какие-то такие безопасные вещи, связанные с артистами шоу-бизнеса, или там, я не знаю, с какими-то скандалами, вот. Либо уезжают просто за границу. И очень много людей, которые из Казахстана уехали, и, к сожалению, мы лишаемся своих золотых перьев. Это тоже сказывается на общем рейтинге, это тоже сказывается на информационной безопасности страны. Если бы в наших медиа не было таких миллионных исков, то флажочков было бы меньше. Вы об этом? Я правильно вас поняла? Ну, я говорю, что теперь этот флажочек добавился. Не то, что если этот флажочек теперь добавился, я так думаю, что это очень сильно ограничивает свободу действий любого главного редактора. И у каждого теперь главного редактора висит, ну, так скажем, еще один дамоклов меч, еще один. Разве нельзя самой редакции предполагать какие-то рисковые моменты, связанные с публикациями? То есть нельзя ли закладывать в бюджете, например, 100 миллионов тенге на выплату иска, если мы опубликуем этот материал? Свобода слова чего-то стоит? Стоит ли она того? Ну, София, я так скажу. 100 миллионов тенге — это серьезные деньги для средств массовой информации. И ни одно средство массовой информации, какое бы оно богатое ни было, Оно не готово закладывать такие бюджеты на такие иски. И вообще, я, честно говоря, не помню, чтобы мы, когда верстали бюджеты, телекомпании, радиостанции, газет наших, сайтов, я не помню, чтобы мы хоть раз заложили подобную строку, как судебные иски. Потому что мы закладывали всегда строку юристы, юридическое обслуживание, чтобы юристы проверяли все наши тексты. Но здесь другая проблема. Какая? Потому что даже если ты прав, у тебя есть другая проблема с судами. С судами какая проблема в СМИ? Ну, вот, допустим, то, что нам присудили, мы же, то, что мы судились с каким жанром, мы же не можем понять, за что нас судят. Мы же говорим, вы нам дайте текст, какое опровержение вы хотите, чтобы мы сделали. Что конкретно вас оскорбляет? Что там? То, что там в Уральске полоса взлетная сделана некачественно? Или то, что у вас сотрудники ваших компаний находятся под следствием? Или то, что у вас есть конфликт внутри компании с вашим акционером, который уступает публично открыто на пресс-конференции? Что нам опровергнуть? Мы же не можем опровергать те факты, о которых мы узнали, которые публично открыты, об этом все писали, об этом все говорили. Поэтому мы отсюда просим, дайте нам текст хотя бы, текст, чтобы мы не ошиблись. А то в следующий раз на нас другие люди подадут в суд и скажут, вы что это опровергаете, если это факт? Когда вы говорите про то, что не закладываете в бюджеты и никогда не закладывали, часто ли вам приходится лавировать между интересами средств массовой информации и, собственно, материалами, которые вызывают однозначный интерес у аудитории? Часто ли вам приходится лавировать, то есть искать какие-то варианты? Если вызывает интерес у аудитории, мы даем эту тему. Даете эту тему? Конечно. Вот у вас интерес вызывает тема с Соловьевым, вы же даете эту тему? Пожалуйста, идет все. Когда речь идет про Соловьева, это понятно, это общественный резонанс. Это безопасно, и там можно что угодно сделать, никаких флажочков, все хорошо, и там главный редактор, и там... Про флажочки все-таки, если все-таки где-то задевается чей-то интерес, и вы конкретно видите, что человек, возможно, подаст иск в суд, будете ли вы публиковать этот материал? Если мы знаем, что есть такая опасность, конечно, мы не будем публиковать. Не будем. Да, а что со свободой слова? Ну, видите, свобода слова, есть же вещи, которые там... Есть интересы масс-медиа, и есть журналистская работа, есть разные вещи, которые нужно как бы оценивать. В каком из периодов развития средств массовой информации стало превалировать, если я сейчас правильно поняла, стало превалировать все-таки здравый смысл развития СМИ, чем публикация материалов, которые может и вызовут интерес? Вы знаете, если масс-медиа не будет публиковать материалы, которые интересны для широкой аудитории, то уже вообще не важно, чем вы занимаетесь, потому что вас никто не читает, вы не масс-медиа, вы там боевой листок одного главного редактора и там редакции, которые все работают и не понимают, ради чего. Если вы не вызываете интерес у широких слоев населения, то не занимайтесь на самом деле этим делом. Сколько материалов приходится, ну, скажем так, отодвигать в силу интересов развития СМИ, в силу интересов денежных, в силу интересов бюджетов и так далее? Да, очень мало, на самом деле. Очень мало? Да, конечно, нельзя сказать, что там все прямо под таким страхом ходим и всего боимся, конечно, нет. Нам нужны такие люди, цитаты опять-таки, которые будут в медиа отстаивать интересы нашей страны. Это о том, чтобы у нас в Казахстане появились сильные телеведущие, которые бы воспринимались на всем евразийском пространстве. Конечно же, да. А при каких условиях развития СМИ могут появиться такие телеведущие, такие люди? Когда есть дискуссии. Когда есть дискуссии. Конечно. Когда есть много мнений, когда в дискуссиях закаляется оратор, спикер, модератор. То есть это целая культура отдельная. Почему у нас этого всего нет? Видите ли, на сегодняшний день, то, что касается независимых масс-медиа, то у них очень ограничены бюджеты. И с ограниченными бюджетами им достаточно тяжело по контенту конкурировать с программами, которые выходят на НТВ, на ОРТ, на РТР. Ну, согласитесь, это факт. А зрителю, который смотрит, ему разницы нет. Кто и как произвел, почему, какой свет, какая камера, какие там использовались технологии. Разницы нет. И зритель-то голосует своим пультом дистанционного управления. И, само собой, он будет смотреть, пусть говорят, или он будет к барьеру Соловьева смотреть. Это вот одна часть. Вторая часть касается спикеров. У нас не хватает еще в Казахстане достаточно большого числа экспертов по тем или иным темам. У нас, ну, не знаю, так получилось, что меньше стало людей, которые открыто высказывают свое мнение, тоже боятся люди стали. Чего боятся? Ну, просто высказывать. Когда ты высказываешь свое мнение, ты же открываешься. И сразу же можешь попасть под шквал критики. Причем он тебе был шквал критики прийти совершенно неожиданно, откуда ты вообще не ждешь. Окей, чего не хватает, когда человек озвучивает свое мнение, чего ему не хватает смелости, что ли, опубликовать и знать, что будет шквал критики, и он готов ее воспитать? Да, просто не придет к вам. Он просто не придет к вам на дискуссию по заданной теме, на острую тему. Просто не придет. И вы не пригласите. А тех, кого пригласите, их мнение неинтересно аудитории. То есть вот как-то здесь вот так вот получается. Вывод напрашивается, что молчание популярно. Молчание в Казахстане — это золото на сегодняшний день. Богатых не любят, если ты предприниматель, то априори кому-то чем-то должен. Это ведь не только о коррупции. Правильно ли я понимаю, что здесь речь идёт о классовых различиях? Это тоже цитата из вашего интервью. Вы знаете, мне тоже очень жаль, что в Казахстане так сложилось. Ну, наверное, не только в Казахстане, в России та же самая ситуация. Богатых не любят, и любой предприниматель, который где-то чего-то как-то заработал, он попадает под... Во-первых, он рискует сильно то, что он вообще бизнесом занимается. Но он ещё попадает под критику, я не знаю, окружающих. Там спекулянтом его могут назвать, шустряк могут его назвать. Он как-то заработал, кого-то обманул. То есть у нас не очень хорошее отношение к предпринимателям, к настоящим предпринимателям в Казахстане. А я считаю наоборот, что мы должны поддерживать предпринимателей. Мы должны сделать, чтобы их было как можно больше. Потому что это средний класс. Это вот то ядро устойчивого общества, которое даёт стабильность. Стабильность развития в экономике, в политике, да всего что угодно. Это даёт реальную независимость. Вопрос, который не могу обойти. Сталкивались ли вы когда-нибудь с коррупцией? С коррупцией? Да. Да, конечно, я думаю, что все сталкивались в любом случае. О чём не буду говорить. Но то, что сталкивался, это причём неоднократно. Однозначно сталкивались. Конечно. Просните, пожалуйста, в каких ситуациях она проявляется? Да, она может везде проявляться. Я, честно говоря, не хотел бы углубляться. Это, на самом деле, тоже один из флажочков, которые достаточно опасны и на которые и ваша редакция не пойдёт, и наша редакция сильно тоже не будет разговариваться. То есть красный флажочек – коррупция. Коррупция не то, чтобы красный флажочек. Когда идёт речь «коррупция просто», мы говорим «плохо коррупция» или там что-то такое, это всегда «пожалуйста», это всё «приветствует». А когда идёт о конкретике вещь, то тогда у вас вот может быть иск на 50 миллионов тенге. Понятно, что… Собственно, как он у вас и возник. Как он у вас и возник, да. Сделано в Казахстане первый проект в поддержку отечественного производителя. То есть у вас сейчас идёт этот проект, он уже активно развивается. И звучит это так, если, ну, обращение к малому-среднему бизнесу звучит так, если у вас конкурентно способный и законный продукт, мы безвозмездно напишем о вас. Ну, кто у вас в редакции определяет, какой это продукт? Это определяется очень просто, это несложно на самом деле. Мы создали группу, у нас это всё приходит, курирует Анастасия Новикова, это главный редактор сайта «Форбс», выделенный человек, который специально занимается сбором информации и подборкой. Я хотел бы рассказать… Здесь же может быть всё очень субъективно, если какие-то критерии. Очень может быть субъективно, но, вы знаете, когда ты видишь, что вот производят сок, да, в пуст лет, и мы видим, что он нормальный, качественный, да, вот они сертификаты, вот завод, вот производство, какие разговоры, пожалуйста, вперёд, да, как бы. Я больше не об этом хотел бы сказать. Сделано в Казахстане, для нас этот проект медийный, это не так, что мы просто делаем его под себя, под «Форбс», нет, мы открыты ко всем. Я призываю 365.info тоже подключиться. Идея в чём заключается? Что мы, как медийщики, обладаем ресурсами, мы своей аудиторией, это наш ресурс. И мы своей аудиторией могли бы рассказать вот как раз-таки об этих производителях «Сока». Или вот мы недавно рассказали про ребят, которые производят маленький объём обуви, там, «Шус Репаблик», да, как бы, у них там совсем небольшой объём, да, там, на, там, может быть, 10 миллионов тенге пока в месяц они торгуют. Но всё равно, они уже что-то делают, они работают, и мы бесплатно хотим рассказывать о них для того, чтобы укрепить их бренд, чтобы наш потребитель развернулся в их сторону, и чтобы они, может быть, нашли новых поставщиков сырья, чтобы, то есть, у них была возможность заявить о себе. Потому что они вот, допустим, многие казахстанские производители сидят и боятся даже зайти на порог вашего издания, потому что они знают, если зайдёт разговор о рекламе, о продвижении, о пиаре каком-то, это будут сразу такие серьёзные деньги, которые весь их бизнес за год не сгенерит для того, чтобы оплатить услуги какого-то из наших медийных агентств. Поэтому я говорю, масс-медиа Казахстан, присоединяйтесь, это не проект Фарбса, это вот просто обращение ко всем. Присоединяйтесь и помогите нашим предпринимателям. В плане развития средств массовой информации, наверняка вы как раз тот человек, который сделал столько, что попал в список топ-50 Форбс. Могли бы вы дать какой-то конкретный совет, Арманжан, как, развивая СМИ, попасть в топ-50 Форбс? Хороший вопрос. Рецепта, конечно же, нет. Нет такой формулы, которую вот взял и по этой формуле, где идёшь и двигаешься. Но из своей предпринимательской деятельности и из своей деятельности в масс-медиа я абсолютно точно вижу там несколько аспектов, вот несколько правил, которым я следую лично. Во-первых, нужно быть честным, честным перед собой, перед своим бизнес-планом, который ты пишешь. Да, вот я пишу там бизнес-план «Создать новый сайт», да, я пишу затраты по-честному, доходы, которые будут тоже по-честному, не фантазируя, а реально. То есть надо быть честным перед собой в первую очередь, это точно, да, как бы… Не заниматься самообманом. Самообманом не надо заниматься, да, не надо выходить в иллюзии. Быть честным перед аудиторией. И если ты нечестен перед аудиторией, то аудитория тоже почувствует, уйдёт, просто у тебя не будет, да, как бы… Быть честным перед партнёром, перед рекламодателем, я не знаю, там, поставщиками услуг. То есть тебе вот нужно быть честным во всех отношениях. Второе, на что бы я обратил внимание, это коммуникабельность. Не бойтесь общаться с людьми, налаживайте контакты, налаживайте связи, будьте открытыми. Если вы чем-то можете помочь, помогите, не отворачивайтесь, да, как бы… И увидите, что когда вам чем-то могут помочь, и от вас тоже не отвернутся, вам тоже помогут. Спасибо большое, Арманжан. У нас в гостях был Арманжан Байтасов. До свидания, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Продолжение следует...